Он был новатором во всём, будь то архитектура, педагогика, искусство или музыка. В Самаре открылась выставка, посвящённая жизни Александра Зеленко, который занимал пост главного архитектора города в конце XIX – начале XX веков. Уникальные документы представили публики в Музее Модерна – здании, спроектированном самим Зеленко, к 150-летию со дня рождения Александра Устиновича. По его проектам возвели 37 зданий, не только в России, но и в Грузии и США. Экспонаты для выставки музея предоставили родственники второй жены архитектора. Конечно, мы были очень рады, что семья согласилась показать здесь у нас в музее вот этот архив, вот эту коллекцию, потому что для нас это, конечно, действительно вообще уникальные вещи, уникальные фотографии, потому что до недавнего времени мы видели только несколько фотографий Александра Зеленко, которые есть в сети. А как раз в этом архиве огромное количество от младенчества и просто до старости. Эти материалы вниманию широкой публике представлены впервые. Помощь в проведении выставки оказало Самарское областное отделение Союза журналистов. Эта выставка, несмотря на то, что она носит архивный характер, она очень интересная, потому что она показывает очень интересного человека, человека талантливого, человека веселого, жизнелюбивого, и явно умеющего дарить людям то прекрасное, что в нем было. Очень важно знать это наследие, очень важно знать о таких людях в истории города. Жительница Самары Юлия – дипломированный дизайнер. Рассказывает, давно интересуется модерном. На эту тему писала и диплом, поэтому пришла на выставку с большим интересом. Делится, открыла Зеленко для себя с новой стороны и осталась под большим впечатлением. Такая фигура, как Зеленко, очень известна среди тех, кто изучает самарские модерны. Когда я увидела, что выставка, посвященная ему, будет проходить, это первая выставка, насколько я знаю, посвященная этому архитектору, я решила, что ее надо обязательно посетить. Он, оказывается, рисовал акварели, которые я тоже очень люблю, то есть он не только архитектор, но и художник. Зеленко проявлял интересы к музыке, коллекционировал инструменты разных народов, которые покупал во время своих многочисленных путешествий, одной из которых кругосветная, заняло два года. Во время странствий по миру Александр Устинович оставался исследователем, вел записи, делал наброски зданий и национальных костюмов, фотографировал жителей. Максим Магомедов, Николай Епифанов, События.